Браво! 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 Мы любовались с такой уморочностью, с таким чудным голосом. Гриш, но у тебя есть дерева. У вас должно быть стола. Вы обязаны поступить на сцену. Это моя мечта. Она никогда не осуществится. Позвольте представить вам Григория Бориса Алексеевича. Я так рада. Я вас постоянно читаю. Не надо комфортить. Он сидит, но у него такая простая душа. Видите, он и сам уже сконфузился. Скажите, не правда ли странная пьеса? Я ничего не понял. Впрочем, смотрел я с удовольствием. Вы так искренне играли, и декорация была прекрасная. 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 Я люблю дить рыбу. Должно быть в этом озере много рыбы. Для меня нет больше наслаждения, как сидеть под вечер на берегу и смотреть на поплавок. Я думала, что если человек испытал наслаждение от творчества, то для него не существует других наслаждений. Не приговорите так. Не говорите ему так. Когда ему говорят хорошие слова, он будет обмариваться. А кончая ночь, что в Москве в оперном театре знакомитый Сильва взял нижейшее дом. А он на холерее сидел бас из наших сенатальных девочек. И вы сможете, можете отчуть наше вздивление, когда мы чуем Браво Сильва целую октаву нижей. Вот это Браво Сильва тоненьким пасточком. Весь нахер так и замер. Тихий ангел пролетел. Мне пора домой. Куда так быстро? Мы вас не на пульт. Останьте. Нет, простите, меня папа ждет. Какой он, Браво? Если бы вы знали, как мне не хочется езжать на право, до свидания. Спрошу вас, останьте. Ну что, Вы право? До свидания. Вас бы проводил кто-нибудь. Мещаться в сущности, девушка. Да, девушка. Говорят, ты ее покорная мать обещала все свое громадное состояние, все в церкви отцу, а он уже в свою очередь обещал все свое второе. К тому же нет, да? Один девушке нет ни гроша. Это-то смотри. Да, ее папаша порядочная таки скотина. Господа! Пойдемте-ка в дом. Становится сыр. У меня ноги болят. Бери, Афанась, сейчас уже опять воет эта собака. Притяжите отписать ее. У меня ноги болят. У меня ноги болят. У меня ноги болят. У меня ноги болят. Пойдем. Уже нет никого. Я здесь. Я здесь. Я пошел в фарку ищет Машенька, и это мотое создание. Константин Гаврилович, мне ваша пьеса чрезвычайно понравилась. Странная она какая-то, и конца я не видела, все же впечатление сильное. Вы талантливый человек, вам надо продолжать. Я что хотел сказать, вы выбрали сюжет из области отвлеченных людей, так и следовало. Потому что художественное предвидение непременно должно выражать какую-нибудь большую мысль. Только то прекрасное, что серьезно. Как вы бледны. Как вы говорите? Продолжать. Да. Ну, изображайте только важное и вечное. Вы знаете, я прожил свою жизнь разнообразной, со вкусом. Я доволен, но если бы мне удалось пережить тот подъем духа, который бывает у художника во время творчества, мне кажется, я резирал бы свою материальную оболочку, все, что для этой оболочки свойственно, и уносился куда-нибудь от земли подальше, в высоту. Я думаю, а где за них? Вот еще что. Его произведения должны иметь ясную определенную цель. Вы должны знать, зачем вы пишете. Иначе, если вы пойдете по этой живописной дороге без определенной цели, то вы заблудитесь, и ваш талант погубит вас. А где за речью, а? Она уедет была домой. Жаль. А я поеду. Доктор, вот правда, я поеду. Спасибо вам большое, Тот. Спокой. Светлана Гаврилович, идите в дом, там ждет ваша мама, она не покоя. Спасибо. Машечка, скажите мне, что я уехал. Я уехал, все, и прошу вас, пожалуйста, вы не хотите. Честное слово, вы не хотите. Ну, 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 нельзя так, нехорошо, вдруг может. Молодость, молодость. Да нечего больше сказать, как говорят, молодость, молодость. В доме играют, похоже, пора идти в дом. В доме играют, как говорится. Что-то в чём дело? Я не люблю своего отца. Но к вам лежит мое сердце. Я почему-то всей душой чувствую, что вы мне близки. Вот. Помогите же мне. Помогите, а то я сделаю глупость. Я насмеюсь над своей жизнью. Испорчу её и это... Чем же я могу помочь? Я не знаю, чем. Я страдаю. Никто, никто не знает моих страданий. Я люблю Константина. Я люблю Константина. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok